Итак, продолжаем относительно производства блоков. Блоковки на соломе, и остановились мы на том, на перфорации, то есть прорезывании отверстий в этих блоках, которые уже сделаны. Значит, как их делать? И есть одна публикация, очень популярная в интернете, которая научила всех грибоводов почему-то подвешивать вот эти блоки. И вот часто они звонят и говорят, я уже подвесил вот эти блоки, и я уже знаю, откуда ноги растут, я уже знаю, кто их там научил этому подвешиванию. Ну, не знаю, это, мягко говоря, такая вот глупость, но бытует в интернете относительно подвешивания этих блоков. Я просто сейчас ищу правильные слова, как комментировать вот это явление, и, скорее всего, прокомментирую вот так. Вот я, например, когда начинал делать вот эти блоки, я сразу понял, что 5 или 10 блоков это не будет информационно, они не дают достоверной информации о том, о этом явлении, о производстве этих грибных блоков. Поэтому стартово было, ну, мной было заложено 50 грибных блоков. Сначала я делал небольшие, такие по 8 кг, ну, и по-другому не знал, и вот эти блоки действительно тоже пробовал подвесить. Но, что я сразу вам хочу заметить. На другой день, когда эти блоки были подвешены, я вот зашел в то помещение, где они там были подвешены. Ну, во-первых, их подвесить было не так просто. Куда же подвесить 50 блоков? Это же, ну, это подвал, естественно. Но в подвале же нету крючков, готовых там подвешивания блоков. Это нужно было соорудить направляющие какие-то, туда крепления, крючки там, подвешивать, это все. И, в результате, на другой день, когда я пришел, какое-то количество уже этих блоков, там, количество десяти штук, уже валялись просто на полу. Некоторые из них просто разбились вдребезги, жалко было труда, естественно, по такому, вот. Некоторые просто упали там, просыпались. Блоки мокрые после упаковки. Сам полиэтилен скользкий. И обычно используются веревки такие, вот, полипропиленовые. Это все скользкое. И вот оно подвешивается, потом слезает, падает, разбивается иногда. Хорошо. Хочется задать им один вопрос. Зачем? Зачем вот все так усложнять? Вторая такая, наводящая такая тема относительно всего этого. Есть такая формула. Если мы возьмем грибной блок весом 10 килограмм и сделаем в нем один надрез, то из этого надреза за первую волну вырастет одна гроздя грибов весом в один килограмм. Если мы возьмем, сделаем два надреза, то оттуда вырастет две грозди по 500 грамм, по полкилограмма. Если мы сделаем таких надрезов 10, из них вырастет 10 гроздей по 100 грамм. Если мы снимем вообще вот эту пленку полностью с этого блока, то на этом блоке за один раз вырастет грибов ровно один килограмм. Бесформенных, такие шапочки в разные стороны, но их все равно будет один килограмм. Почему? Задаем логический вопрос, почему происходит таким вот образом. Происходит это потому, что грибы растут по своим определенным законам и этот закон будет звучать приблизительно как потенциальная биологическая энергия этого блока. И потенциальная биологическая энергия settlement зависит от того , чем больше блок, тем больше у него вот эта энергия. Чем больше блок, тем больше он будет производить урожая. Чем меньше блок, тем потенциальная биологическая энергия ниже. Поэтому тот, кто наивно полагает, что чем больше дыр, как обычно и полагают все начинающие грибоводы, чем больше дыр, тем больше урожая, тот очень глубоко ошибается. Дыр нужно в достаточное количество. Лучше всего это делать следующим образом. Если мы условно возьмем, что это грибной блок, я делаю одностороннюю перфорацию по определенным причинам. Значит, делаются надрезы вот в таком шахматном порядке. Два сверху, один посредине. Два опять по сторонам, один посредине. Два по сторонам, один посредине. Таким образом, таких перфораций на блоке получается около 8 штук. Этого достаточно для того, чтобы нормально собирать урожай. Эти урожаи можно посмотреть в разделе фотографий, когда полностью стена зарастает прекрасными грибами. И такая перфорация позволяет дальнейшем использовать эти блоки на уличных грядках. Они той стороной, которая целая, ложатся на грунт. И в процессе природных осадков влага, дождевая вода стекает внутрь, внизу образуется такая емкость с водой, она хорошо увлажняет вот этот блок. И вверху из этих перфораций еще будут вырастать грибы. Я вспомнил те моменты, когда я начинал выращивать грибы. Помещение было маленькое, блока было 50. И сами направляющие были очень близко, где-то на расстоянии 50 сантиметров. Так что между блоками оставался такой проход, куда можно было проходить боком. Ну, пока они там висели себе, крутились, там урожая не было, вроде было все нормально. Когда начали расти грибы, они начали вырастать, и росли вот так, что друг около дружки, и потом уже начали растить больше, а грибы, вот эти блоки висят, и они вертятся в разные стороны. И дело происходило, что вроде все нормально, грибы начали расти, потом заходишь, они просто крутятся, и один на дружку сбивают. Вот эти грибы, они падают просто на землю. Большинство сейчас в промышленных условиях, в промышленных условиях, если будет речь идти о 500 блоках, о 1000 или 5000 блоках, здесь речи о каком-то подвешивании даже быть не может. То есть это однозначно, это или напольное размещение, или где-то на стеллажах. При таком условии перфорация может быть только односторонней, и такой способ единственный и приемлемый способ для промышленного производства. И на этом поставим точку относительно перфорации. Так, дальше. Затем для того, чтобы мицели по освоил питательную среду, готовый блок оставляют на 15-20 дней в темном помещении при температуре 20-22 градусов, влажность воздуха не менее 73 градусов. Необходимо периодически увлажнять блок капельным способом. Ничего там увлажнять не нужно, никакие там капельные способы, это полная глупость, никак вы не сможете измерить эту влажность на начальном этапе. Будем допускать перфорации. Вот, кстати, еще такой вопрос. Кто-то видел, делают круглые перфорации, кто-то делает надрезы. Надрезы делать более оправданно, потому что через надрезы блок не теряет влажность. Это особенно важно, если вы делаете вот эти блоки лет. И логичный вопрос, а как грибы найдут вот эту щелочку, которая прорезана в этом блоке? Вот я вам сразу скажу, просто не волнуйтесь, они знают, что делать. И наблюдая уже много лет за этими грибами, иногда прихожу к выводу, что они намного умнее, не просто, чем некоторые люди. Они вообще намного умнее, чем люди, потому что это отдельное Третье Царство, которое жило на планете до появления, скажем так, не только человека, но вообще до появления двух других царств, до появления растений и до появления животных. Это Третье Царство, которое живет вместе с нами, с растениями и с животными. И это Царство, которое будет жить на этой планете после нас, тогда уже не будет ни животных, ни растений. Грибы растут везде. Они растут без человека, они растут на человеке, они растут под землей, под водой, в лабораториях, в помещениях, в ванных комнатах. И везде, где только можно. В грунте, под землей, над землей, на деревьях, на растениях. То есть, они есть везде. И я не побоюсь озвучить такую вот информацию, что мне так кажется, что если взять по своей биологической массе, грибов вообще на планете, в разы больше, по общему, их массовой доли, намного больше, чем растения и животные, взятые вместе. Вот взвешенных вместе. Так что вопрос относительно царя природы, наверное, что мы себе очень вестим, кто на самом деле является царем природы. Итак, после такого лирического отступления возвращаемся дальше к вешенке и выращиванию на блоках. Действительно, в темном помещении, потому что в период инкубации на протяжении этих трех недель этим блокам не нужно никаких дополнительных освещений, влажности, вентиляции и всего остального. Эти все мероприятия применяются только после того, когда блок становится полностью белым и после того, когда на нем замечены признаки роста через эти перфорации. Этот рост, который начинает уже выходить за пределы самого внутреннего содержания, то есть появляется белый налет в разрезах, это называется примордией. В этом случае нужно включить свет, нужно дать плотную вентиляцию, желательно суточный перепад температуры и достаточное увлажнение этого мицелия. После того, как блок зарастет мицелием, покроется белым налетом, нужно обеспечить оптимальную вентиляцию, освещение и температуру 10-15 градусов для шампиньона бразильского и агроциба 16-20. Не знаю, каких растений. В тех местах, где появились зачатки плодовых тел, аккуратно делают надрезы пленки. Ну, что я вам скажу? Ну, действительно, часто бывает так, что именно вот в этих воздушных карманах, когда неплотно упакованы блоки, грибные блоки, то появляются примордией, могут часто появляться под пленкой, и если их нет в этих надрезах, что вы сделали, да, аккуратно, можно сделать надрезы, но не повреждая самих примордией. Для этого делается простым способом. Лучше всего это делать острым ножом, таким вот перочинным, желательно его перед этим обработать спиртом или каким-то дезраствором, и делается просто треугольный надрез. За кончик этого треугольника оттягивается эта пленка и дает возможность этим примордиям произрастать. Освещать субстратный блок следует только в закрытых помещениях не менее одного часа в день. Ну, тут надо что-то и получать такого одного часа. Здесь ответ очень простой. Ну, если в природе есть день и ночь, да, то же самое нужно и для грибов, которые произрастают в помещении. То есть им нужен день и нужна ночь. Это означает очень просто, что освещение должно быть не менее 12 часов. А на самом деле это освещение, когда растут грибы, должно быть кругло, суточным. Для этого используются экономные лампочки и света за много не бывает. Кто-то там рекомендует, освещение должно быть таким, чтобы можно было читать, чтобы можно было видеть, но нельзя читать. Это все глупости. Если в природе, вот вы бы посмотрели, как выглядят искусственно выращенные грибы, и природно выращенные грибы. И вот эти факторы, толщина и плотность самой консистенции, это один из основополагающих факторов, это наличие дневного освещения. Чем больше этого освещения, тем темнее грибы, тем у них плотнее плодовые тела и тем они растут больше. Значит, экономить на освещении не стоит. Во-вторых, если не применять искусственное освещение и помещение, например, в подвале или с одной стороны окошко, то все грибы будут иметь деформированную форму. То есть, они будут вытягиваться в сторону источника света. И не иметь кондиционного вида. Значит, освещение должно быть равномерным и достаточным, а желательно в период плодоношения, когда растут грибы, его должно быть очень много. Так, а на открытых участках и помещениях с окнами нормальным считается режим день-ночь. Так, проветривать нужно ежедневно, но не допускать пересыхания субстрата. Относительно проветривания, здесь тоже такое правило, что вентиляции и кислорода для грибов за много не бывает. Его бывает только за мало. Никогда нельзя дать за много кислорода. Но здесь есть такой фактор, действительно можно передуть. Если вентилировать круглосуточно, происходит испарение, естественное испарение на поверхности грибов, особенно если обильный урожай, они испаряют влагу. И в процессе продувания помещения эта влага будет удаляться из помещения и приводить к тому, что тот субстрат, который остался в самом блоке, он будет пересыхать. Поэтому увлажнение должно быть, вентиляция должна быть достаточно. Если это период осени или период весны, то здесь такая вентиляция должна быть достаточно. Но в этот период высокая влажность в самом воздухе на улице позволяет длительное время вентилировать и особых проблем при выращивании не составляет. Зимой воздух тоже достаточно влажный и дает возможность тоже длительное время вентилировать. Обычно вопросов с пересыханием, особенно зимой, никогда не бывает. Ну вот в летний период, в жаркое время, здесь, чтобы так не распространяться и не растекавшись мыслями по древу, даю простую рекомендацию. Вентиляция производится в основном очень обильно в ночной период времени или во времена, когда идут дожди или туманы. Если днем становится жарко и сухо, лучше в такое время вентиляции производить очень дробно. Для этого или на небольшое время включать вентилятор, или проветривать помещение, или ставить датчик на этот вентилятор и с кратностью где-то каждые 3 часа на 15-20 минут, чтобы он включался и отключался, для того, чтобы продувать и делать движение самого воздуха в помещении. И плодоношение происходит волнами по 2-3 недели с интервалом 5-7 дней. Это действительно так. Наибольший урожай приносят первые 3 волны. Это тоже действительно так. И обычно пересыхание не происходит. В периоды осень, зима, весна и летом часто субстрат после двух волн пересыхает настолько, что уже третьего урожая не будет. Для этого применяется простой способ увлажнения этих блоков простым замачиванием в любой емкости, куда помещается этот блок. Его просто как губку выжимают несколько раз в этой емкости и выставляют обратно на стеллаж. Что происходит при такой процедуре? В публикации выращивания вот этих блоков на улице, там где-то первая или вторая это видео публикации, я там объяснял относительно эгибиторов роста и всего остального. Сделайте просто такую простую манипуляцию, поставьте эти блоки. В процессе отжима естественным образом повреждаются связи эртового мицелия. Ему нужно будет время, чтобы эти связи возобновить. И в дальнейшем, когда будут эти связи восстановлены, вы снова сможете собрать одну, две, три волны грибов. И еще относительно сбора самого урожая, нужно добавить такой момент, что иногда не совсем до конца понимают вот саму такой вот морфологию вот этого блока или мицелия. Значит, вешенка на этом блоке из этих перфораций будет вырастать, ну, скажем, если 8 перфораций, это будет расти 8 таких грибных вот этих сростков. И нужно понять такой момент, что вот эти грибные сростки, это каждый из них, это не есть отдельный гриб. Весь вот этот блок, это является одним живым организмом. И это не много грибов на одном блоке, это все один гриб, который вырос в разных дырочках. Из этого следует такой вывод, что если вы собираете урожай и хотите те грибы, которые побольше собрать, а те, которые поменьше, чтобы они потом подорастали, то в процессе среза повреждается целостность вот этого, такой биоструктуры. И остальные грибы, вы заметите, через два дня они начнут все равно подсыхать или подгнивать или умирать на этом блоке. Поэтому сбор урожая проводится одно-моментно. То есть, срезаются, когда срезаются большие сростки, когда срезаются, делается полная зачистка этого блока. в пищу можно употреблять грибы на всех стадиях роста, начиная от огромных грибов и заканчивая самыми начальными приморьями, которые имеют в диаметре 2-3 сантиметра, и маленькие головочки, они все пригодны для употребления в пищу, приготовления салатов и так дальше. Вот, приблизительно, даже по времени эта публикация приблизительно получилась размером почти в 1 час. Это очень общий такой экскурс выращивания, интенсивной выращивания вешенки на грибных блоках. Еще, если взять, разбить вот этот вопрос на какие-то моменты, то каждый из этих моментов может занять еще по 50 минут, потому что запомните, что выращивание грибов, ну и в большинстве так, любых мероприятий человеческих, здесь все состоит из нюансов. Здесь все только нюансы. Каждый вопрос это не какая-то грубая манипуляция, в каждом вопросе здесь множество есть нюансов, которые нужно учитывать и если не учитывать эти нюансы, то результат всегда будет отличаться от желаемого и не в лучшую сторону. Следующая публикация, которая должна была бы быть, это выращивание в банке. Как было сказано, это не в коммерческом банке, а в стеклянной банке. Я сразу скажу, что в банке выращивать что-то очень неудобно, нецелесообразно и работать со стеклянным материалом довольно-таки сложно и я думаю, что неоправдано. Здесь предлагают выращивать зимний опенок энукитаке. Не знаю, что такое энукитаке. Зимний опенок лучше выращивать на днях в природе или делать следующим образом, это изготовлять блоки, но публикация, наверное, очень древняя, когда единственным способом такого интенсивного выращивания был только способ выращивания в банке. Буквально через небольшое время появится моя публикация о том, как выращивать, ну, скажем, аналогом такой банки может быть вот такой вот полиэтиленовый пакет, в который помещается субстрат эти блоки такой способ подходит для выращивания королевской вешенки, выращивания шиитаки, мейтаки, энокитаки и других таки. Значит, это единственно оправданный и возможный способ выращивания этих грибов, потому что они для своего нормального развития и роста требуют стерильного субстрата. Вот эти полиэтиленовый пакеты они выдерживают нагревание до температуры 120 градусов. В них можно спокойно не переживать за то, что они разобьются. Довольно-таки большой объем, есть пространство, куда вырастать гриба. Такие блоки можно самостоятельно изготовлять домашних условиях стерилизовать и сложным таким способом, приспособлением, которое есть в любом хозяйстве и инокулировать без такого момента, когда можно повредить или завозить вот эти пакеты. Королевская вешенка растет очень быстро. На протяжении 10-12 дней она полностью коронизирует вот такой блок и даст свой урожай. А вот здесь у меня уже есть такой экспериментальный пакетик, которым уже просто под самой пленкой образовались первые плодовые тела, грибов королевская вешенка или по-другому говоря еринги и сейчас мы то, что называется аккуратно очень аккуратно делаем такую вот перфорацию для того, чтобы дать достаточное количество воздуха этим грибочкам мы сейчас эту пленочку открываем и можем продемонстрировать более так детально внешний вид вот этих грибов в этом блоке вот здесь видим зачатки плодовых тел на этом блоке и в дальнейшем можем наблюдать на некоторых уже образовались шапочки в дальнейшем можем наблюдать что будет происходить с этим блоком через несколько минут